Здравствуйте! Сегодня я хотел бы рассказать о плейлисте Арсенала Сознаний. Для того, чтобы человечество перестало двигаться к самоликвидации по пути боли, по которому она сейчас идёт. И создан, собственно, этот плейлист. Дело в том, что человечество движется к гибели и не понимает, что оно делает, потому что не осознаёт, что оно делает, потому что нет осознания истины. Оно в финале хочет убить само себя, и в процессе движения к той точке, в которой оно убьёт само себя, оно кровоточит болью, мучая и убивая граждан своей же цивилизации. И вообще наша цивилизация напоминает собой, если представлять цивилизацию в виде дома огромного, то она напоминает такой дом войны, где одни граждане цивилизации воюют с другими гражданами своей же собственной цивилизации. Если бы они не воевали бы так страстно и смертоносно, то это бы выглядело даже трагикомично и глупо. Но смысла в этом нет никакого, и надо выходить из нисходящей спирали деградации по причине того, что иначе у нашей цивилизации не будет будущего, и будет гарантирована ликвидация цивилизации, причём, скорее всего, руками и при помощи средств самой цивилизации. Потому что рано или поздно война может войти в такую фазу, когда ярость и негодование, собственно, сторон может достичь такой глубокой концентрации, что цивилизация может сама себя и убить оружие для самоликвидации нашей цивилизации уже есть несколько десятилетий. И поэтому лучше перейти на другой путь, потому что есть кроме пути, по которому цивилизация идёт и кровоточит обильно болью, и в финале которой находится самоликвидация, кроме этого пути есть ещё и другие, намного более комфортные и намного менее болезненные пути, и в финале которых находится лишь развитие и переход на новый уровень развития и гарантированное будущее, потому что они являются богу угодными более путями. Чтобы выйти на эти пути, более светлые пути, нужно пропитаться осознаниями, осознаниями, которые в том числе изложены в данном плейлисте. И пропитавшись этими осознаниями, цивилизация получит иммунитет к порокам, в средстве этого очищение от потенциальной возможности реализовывать пороки. И то, что мы видим сейчас, это торжество пороков и ведомость пороков. Люди ведомы пороками, и именно поэтому они так часто воюют и так легко соглашаются на войну, потому что они ведомы пороками, и поэтому им очень легко соблазняться пороками, потому что слишком мало внутреннего сопротивления. А внутреннего сопротивления внутри человека, реализации порока, слишком мало, потому что нету осознания. Если бы человек был осознан, тогда бы он осознал то, что мгновенно, когда возникает соблазн реализовать тот или иной порог, пусть даже со значительной выгодой, например, материальной, он бы осознал, что в этом нет никакого смысла, если он пропитан осознанием. Как, например, человек, который знает то, что все люди связаны, и ограбить кого-то там, пусть даже с огромной выгодой материальной, нет никакого смысла, потому что это значит, что повредить самому себе, и нет никакого смысла отбирать то, что дано Богом другому человеку, потому что ты сам являешься частью этого человека, потому что все люди это части Господа, и поэтому все связаны друг с другом, потому что все части Господа, и через то, что все части Господа все связаны друг с другом, и поэтому вредя другому, вредишь себе, и поэтому человек, который пропитан этим сознанием, именно пропитан, а не просто помнит его, или знает о его существовании, а именно пропитан. Такому человеку очень трудно пойти на преступление и грабануть кого-то, потому что слишком сильно внутреннее сопротивление, внутреннее сопротивление этого осознания, которым он пропитан. И поэтому он либо не сделает это, либо ему будет очень трудно сделать это. И количество статистики того, насколько часто люди будут совращаться на пороке, будет значительно ниже, потому что люди будут намного реже совращаться на пороке, если они пропитаны осознаниями истины. Таким образом наша цивилизация, пропитавшись осознаниями истины, выйдет на светлый путь развития из того пути, на котором она находится. И наконец-то перестанет хотя бы сама с собой бороться и как какое-то безумное и глупое создание уничтожать одни граждане цивилизации, уничтожают других граждан цивилизации по каким-то эфемерным причинам или вообще даже без объяснения причин по какому-то приказу сверху. Где могут даже и не говорить, а зачем их надо уничтожать. Просто приказали уничтожать и многие начинают уничтожать и сами при этом гибнут, потому что те, кого приказали уничтожать, могут эффективно сопротивляться. Когда эта глупость, которая называется уничтожением одних граждан цивилизации, других граждан той же самой цивилизации закончится, а из-за того, что закончатся войны, уже качество жизни на нашей планете значительно возрастет. А закончатся войны могут только благодаря пропитыванию осознания определенного количества людей, не обязательно большинства. И тогда пропитавшись сознанием истины, изменяясь сами, они начнут менять людей вокруг них, потому что во многих смыслах окружение человека – это часть тела человека. И таким образом начнется очищение. Очищение цивилизации от неспособности сопротивляться порокам. И цивилизация станет способной, технически говоря, сопротивляться порокам. И пороки не смогут легко уже прорастать цивилизацией. А когда она просветится в плотном, концентрированном смысле слова, тогда пороки даже с трудом уже не смогут легко или трудно реализовываться в цивилизации. Они вообще в большинстве случаев не смогут начать реализовываться, даже на уровне мысли. Потому что человеку высокоосознанному порочные мысли даже и в голову не приходят. А если приходят, то мгновенно исчезают. Потому что он их не думает, не думает и не анализирует, не рассматривает. Потому что видит всю порочность сквозь призму осознания. Таким образом, если люди просветятся через осознание истины, которые содержатся в этом плейлисте, то таким образом человек просветленный увидит в случае возникновения порочного соблазна всю бессмысленность реализовывать этот соблазн. Потому что, например, бессмысленно самого себя бить ножом в живот. А ведь грабить другого и вредя другому, это вредить самому себе. И это очень похожее действие. Вредить самому себе и резать самого себя ножом. В этом нет просто никакого смысла. И поэтому, пропитавшись этим, цивилизация перестанет делать пороки. И таким образом у нас и у наших потомков появится, во-первых, вообще появится будущее, которое сейчас под вопросом нашей цивилизации. И во-вторых, оно будет светлым, потому что если цивилизация выйдет на светлый путь, то и будущее у нее будет светлым. Потому что по какому пути идет цивилизация, такое у нее и будущее. И вообще, я считаю, что пора заканчивать все эти глупые войны. А данное осознание позволит это сделать быстро и вступить на тот путь, по которому мы можем пройти. И еще дело вот в чем. Дело в том, что люди сейчас очень часто ведутся на пороки. И становятся ведомыми пороками. И многие даже долгие десятилетия находятся в состоянии ведомости порокам. Ну а что тогда вообще стоят люди? Ну неужели люди стоят так мало? Неужели они могут только быть ведомыми порокам? И неужели они не могут противопоставить что-то пороку? Я знаю то, что они могут противопоставить очень многое пороку. Все зависит от того, захотят ли они противопоставлять осознание пороку. А данный плейлист именно и о том, что можно противопоставить пороку. Поэтому я считаю, что если мы не противопоставим что-то с чего-либо пороку и не справимся со своими пороками и не очистимся через это, то чего мы все тогда стоим? Поэтому лучше смочь быть тем, кто нашел то, что противопоставить пороку и очистился через это. И собственно плейлист именно об этом. И пора уже заканчивать, как я говорил, все наши глупые войны. Продолжение следует...